Путь от идеи до поголовьев 50 коров майнский фермер Наталья Варламова прошла всего за полгода. Помогла региональная грантовая поддержка. Кто из фермеров может также рассчитывать на финансовую помощь от региона и как ее оформлять? Ответы в нашем репортаже. Минус 15 на термометре, но этих буренок мороз не пугает. Шуба греет, поэтому коров порода лимузин можно содержать даже в неотапливаемых стойлах. На аппетите холод не сказывается, по-прежнему едят за двоих. Сейчас в крестьянско-фермерском хозяйстве Натальи Варламовой полсотни животных. Молоко лимузинские коровы не дают. Порода мясная. Я прожила в сельской местности всю свою жизнь, никогда отсюда не уезжала. И мечта иметь свое собственное хозяйство, наверное, была со мной всегда. Я очень тесно общалась с фермером майнского района. Общалась с целью изучить каждое хозяйство. У каждого хозяйства есть секрет своего успеха. И основываясь на их положительных или отрицательных сторонах, пришла к той мысли, что нужно создать свое хозяйство. Сначала Наталья изучила меры поддержки для начинающих фермеров. За этот год финансовую помощь от региона получили 44 человека. Они стали участниками проектов «Агростартап», «Семейная животноводческая ферма» и «Начинающий фермер». Совершенно разные направления были. Были и птицеводы, были и овощи открытого грунта, овощеводство закрытого грунта, теплицы. Молочное скотоводство, то есть животноводство, да, вот крес, и мясное. То есть и растеневоды были в том числе. Суммы были разные. То есть в основном сейчас практически на все цели, которые фермер закладывал в своем бизнес-плане, денег у нас в бюджете хватало. Среди амбициозных заявок на грант был и бизнес-план «Наталья». Женщине выделили 4 миллиона рублей. Так в хозяйстве появился кормораздатчик. Аппарат помогает следить за рационом буренок. Он и взвесит, и измельчит, и перемешает. А в кормушке окажется дозированное количество пищи. Также бизнес-планом было предусмотрено создание двух рабочих мест. Одно рабочее место создано в ноябре 2020 года. Это рабочие по уходу за животными. Средняя заработная плата у него 22 тысячи рублей. И также ему предоставлено служебное жилье. То есть он здесь непосредственно живет и ухаживает за скотиной. Второе рабочее место будет создано весной 2021 года. Зарплата тоже будет не ниже этого же уровня. Сейчас «Наталья» арендует 170 гектаров земли. По соседству с коровами планирует поселить еще и овец. Ее пример вдохновил односельчан. Ведь получить грант легче, чем кажется. О нюансах рассказывают на обучающих семинарах. Пока потенциальные фермеры в Майинском районе продумывают идею будущего хозяйства. А если появятся проблемы с бизнес-планом, достаточно обратиться в центр компетенций. Три человека у нас специалисты с экономическим образованием, которые умеют и знают, как правильно писать и считать бизнес-план. И, соответственно, граждане, которые сталкиваются с проблемой в написании бизнес-плана или в расчетах, они могут обратиться в центр компетенций. И мы помогаем им, естественно, этот бизнес-план привести в соответствие, чтобы он был правдоподобным. Чтобы сделать первый шаг к созданию собственного хозяйства, достаточно зайти на сайт профильного министерства. Там собрана вся актуальная информация для начинающих фермеров.